День добрый, друзья. Сегодня у меня X6. Такая вот старая модель. На сегодняшний день, не знаю, года, наверное, 2009-го, может, 2008-го модель эта. Вот. Замена тачскрина. Матрица сломанная. Не знаю, будет ли это видео кому-то полезным, но запишу на всякий случай. На сегодняшний день замена такого тачскрина по Испании составляет 20 евро. Вот так он выглядит. С металлической рамкой уже в комплекте. Деталь не оригинальная, сразу говорю. Тем не менее, работает неплохо. Итак, давайте заменим. Займет 10 минут, не больше. Выключаем телефон, снимаем крышку. Выключился телефон. Утаскиваем батарею. Снимаем нижнюю панельку. Она у нас на скотче на двустороннем сидит. Таким вот образом надклеили ее. Здесь у нас находится один болтик, саморез. Точнее, скрутили. Снимаем вот эту боковую панель. Здесь два паза у нас. Снимаем сначала со второго. Таким вот образом. И снимаем затем рамку целиком. Кстати, забыл сказать, проверьте наличие сим-карты. Карты памяти у этого телефона нету. Наверное, один из первых телефонов, который вышел с большим объемом встроенной памяти. Откручиваем шесть саморезов, которые держат заднюю рамку. Снимаем рамку из двух наушников, которые на кабеле у нас. Далее отстегиваем нижний разъем нижних кнопок. Далее отстегиваем разъем экрана, тачскрина и верхний шлейф. Стегнули. Учитывая то, что у нас новый тач с рамкой, значит, будем снимать разбитый тач с рамкой. Снимаем нижнюю клавиатуру. Тут вот такие вот два паза, я их снял. Отстегиваем. Далее сверху то же самое, металлический паз отсоединили. Здесь еще два. И здесь сбоку один. Далее, чтобы вытащить тачскрин с рамкой, нам необходимо отстегнуть, точнее опустить вот эти два паза вниз. Отпустили. Покажу поближе. Далее сбоку. Придерживаем. Отстегнули. Разъем. Разъем. Сняли. Ставим новый. Давайте удалим пункт. Как я уже сказал, старый телефон, тем не менее, на ремонт их приносит. Снимаем пластик с нижней, естественно. Далее одеваем тач. Здесь вот я вам покажу такие вот пазы круглые с круглым отверстием. И вот здесь нужно вставить. вставляем таким вот образом, видите. И дальше уже по всем пазам пристегиваем. Вот эти вот, которые мы отстегивали. вот они у меня боковые. Обратите внимание, чтобы все были пристегнуты. надеваем плату. Сначала у нас идет, сначала мы с вами пристегиваем экран. Далее тач. Далее тачскрин. Далее вложим плату на свою рамку. И отсюда уже все делают по-разному. Я вам советую пристегнуть здесь, вот отсюда прям. Отсюда уже пристегиваем верхний шлейф. Все, защелкнули. Далее нижний разъем кнопок. То же самое. Все стегнули. Вставляем гнездо наушников с гнездом зарядки в рамку. Таким вот образом. И отпускаем на плату в сборе. Далее вставляем верхнюю рамку. Обращаю внимание, здесь находятся пазы. Вот один. Вот второй. Они должны встать вот в эти пазы. Обратите на это внимание. Поэтому сначала вставляем их плотно к стеклу. Далее уже стекло. Далее уже застегиваем боковые. Вот один боковой. Вот он. И вот второй. Так. Нижнюю панель ставим. Точнее кнопки нижние. Вставляем сначала вниз. Затем пристегиваем вот так вот. Закручиваем заднюю панель. Вставляем батарейку. Давайте сразу включим, пока телефон загрузится. Проверим. Проверим. Тач. Уж все, конечно, проверяем в самом начале. Просто опыт практики говорит о том, что очень мало этих стекол попадаются на мне рабочие, достаточно качественные. Проверим. Поэтому я смело собираю. Телефон загружается. Одеваем рамку. Один нюанс. Прежде чем надеть рамку, вот так вот сгибайте ее иксом немного. Потому что при ее одевании часто появляются зазоры между рамкой и тачскрином. Деваем сверху. И внизу пристегиваем. Те самые зазоры. И потом уже боковины. Те самые зазоры, которые должны быть, их у нас нет, потому что мы согнули рамку. Включаем телефон еще раз. Еще один болтик. Последний саморез у нас вот отсюда, который мы скручивали самый первый. Нижняя рамка, которую мы снимали, вставляем ее обратно сверху. Закрываем крышку. Таким вот образом, буквально 10 минут. Телефон готов. Видите, все работает. Итак, всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Это был у нас старенький X6. Буду очень нравиться, если это видео кому-то еще поможет. Всем удачного дня. До свидания.